Ну вот не знаю вот как кому, но у меня пандемия очень такое, очень всегда буду с теплом это время воспоминять, потому что я реально хоть понял, что такое семейная жизнь. У меня два месяца там готовил, убирался дома, то есть это вообще как-то настолько в диковинку все было, и постоянно с дочкой, и там проводил время с семьей, так что пандемия так сблизила с семьей. Ну свободного времени вообще не так уж много, и так как я живу на два города, не всегда получается, что семья со мной, и в свободное время всегда провожу с семьей. Дочке уже 6 лет, она там занимается теннисом, баскетболом, и сейчас в Грозном этого всего нету, приходится. То есть если раньше они были со мной, сейчас не хочется жертвовать ее детством, всегда в общем провожу свободное время с семьей, какого-то такового хобби нету, но увлекаюсь, мне нравятся машины, увлекаюсь машин, нравится, ну узнаю о них, много всего интересного, а так какого-то хобби нет. Это было у общей подруги, там на даче праздновали Новый год, ну и как-то вот по спортивным интересам, она спортсмен, ну как-то спортсменам интересна всегда, и как-то разговорились, ну и поняли, в общем, так познакомились. Ну сейчас она для себя занимается, и пускай как бы от этого уже сама там, что ей больше понравится, то и выберет. У меня вот супруга, она тоже профессиональная баскетболистка, сейчас вводим ее на баскетбол, вводим ее на теннис, плаванием чуть занимается, ну в общем, что ей понравится, то и выберет, и никто никак заставлять никто ничего не будет. Вот, пускай выберет, если ей нравится, ну ладно, у меня девочка такая спортивная, телосложение крепенькое, и мне кажется, у нее все задатки для этого есть, так что выберет учебу, ничего страшного, пойдет учиться, выберет спорт, будет заниматься спортом. Как бы по футболу я вообще стараюсь не разговаривать с семьей, вообще стараюсь отрагироваться от каких-то интернет-ресурсов, там, не знаю, новости вообще не читаю, если, ну, после какого-то там, я понимаю, где я там допустил ошибочку где-нибудь, что-то такое, не люблю, в общем, вот это все читать, и еще очень много таких мнений разных, так что, ну, пару дней, в принципе, потом уже прихожу к себе, и никогда не люблю, ну, и у меня есть там тренер, да, который, ну, укажет меня на мои ошибки, когда там приезжают домой, там, я помню, ее папа хотел тоже, а у нее папа профессиональный тренер, тоже по баскетболу, заслуженный мастер спорта, и тоже мне как-то указывал на мои ошибки, я ему сказал, так, Алексей Викторович, все, хорош, я говорю, я сам знаю, где я до чего-то добежал, где не добежал, но не люблю так извне, когда эту критику слушать. Ну, времени не так много путешествовать, если, получается, в декабре отпуск, хочется просто отдохнуть, полежать на песке, там, не знаю, искупаться в море, так что, получается, там тоже выбора особо немного, там, летом, в принципе, времени, как такового тоже нет, путешествовать, тем более, у тебя есть там один-два дня, и постоянно ходишь, ходишь, хочешь полежать, отдохнуть, но не получается, в общем-то, путешествовать по каким-то городам, хотя очень много странных городов хотели бы посетить, например, в Рим, вот, у меня мечтал съездить, все, в общем, не удается никак, а так вот ездили в Барселону, в Париж, там, с женой тоже гуляли, но это все было очень давно, и мы каждый день там проходили по 20-30 километров, и я думаю, сейчас я просто не готов вообще к этому, когда у тебя есть один день, день там, чтобы отдохнуть, и такие пробеги делать, тяжеловато. Ну, это вот, реально, когда пришел только в сборную, я с ним тоже много общался, с Серегой, он мне там много советов давал, и просто понимаешь, насколько вот человек профессионален, то есть нет вообще мелочей для него в футболе, то есть восстановление, питание, он мне все по полочкам разложил, ну, тяжело, конечно, вот так вот быть, как он, ну, стараюсь, все-таки, все, что он мне сказал, прям вот, даже когда он здесь тренером был, прям вот, все совпало, действительно, так и есть, и вот как раз вот ты мне про прессу рассказывал, говорит, твое дело, говорит, играть в футбол, а не рассказывать, там, вот, сказки, там, где, что, как, и вот, кстати, вот, после этого разговора, я прям вот, кардинально изменил свое отношение к прессе, так что для меня этот человек очень, такой большой пример. Ну, если вот с кем я играю, или, ну, Рамос, наверное, это номер один, ну, нынешний, Акилин, мне всегда нравился, ну, и скажу, третий, Сергей Игнашевич, мне тоже очень нравился, ну, Вася Березуцкий и Сергей Игнашевич, прям топ, и когда-то Акилин, Продолжение следует...